Мечта жильцов дома номер пять по Вильнюсской улице о чистом и красивом подъезде сбылась на 13 лет раньше. Ремонт был запланирован на 2034 год. Но поскольку в доме уже завершены основные внутренние работы, с канализацией, водоснабжением, электрикой и кровлей, приняли решение сейчас же привести в порядок и подъезд. И дом попал в областную программу. Отремонтировали – хорошо. Сейчас в подъезд можно зайти, можно как-то и хочется и мыть, и чистить его, и поддерживать чистоту. Дом у нас, хочу отметить, он, наверное, один среди всех кирпичных, я говорила, что это 1929 года, ему 90 лет. Этот дом – памятник архитектуры эпохи социализма. Лестницы и ступени почистили, покрасили, преобразился вход в подвал. Время работ и объем финансирования зависят, понятно, от этажности. На ремонт в этой трехэтажке было выделено 270 тысяч рублей. Помимо всего прочего, помимо того, что укладывается плитка на переходных площадках, выполняется ремонт штукатурки стен подъездов, перил, также приводится в порядок слаботочки собственников, укладываются в кабель-каналы, тем самым, чтобы подъезды были произведены, имели уже завершающий эстетический вид. Эстетически завершенный вид теперь и у 45-го дома Намечникова. Он тоже попал в региональную программу ремонта подъездов. Цвет стен выбирали сами жильцы. Подрядчик выставил на первом этаже палитру на выбор. Перед каждым ремонтом проводим собрание с жителями, общаемся, какого цвета они хотят, чтобы были стены, даже вплоть до того, какие виды работ для них в приоритете. То есть все решения принимаются исключительно с подачи жильцов. У нас была сделана высококачественная отделка стен и потолка, ну и низа маршей, потому что они сначала все это расчистили, заделали все выборины, какие там были. Работали ребята с утра до позднего вечера, делали все. Во-первых, сначала закрыли нам все двери, то есть нам не пришлось потом их оттирать пленкой, и в течение всего ремонта были закрыты. В фонде капитального ремонта надеются, что программа ремонта подъездов продлится в следующем году. Алина Николаева, Тагир Фатахов, Первый Ростовский.